Ой, что такое? Не можете меня найти? Где же? Где же этот Аркаша? Да, тут какой-то только лишь чемодан, но Аркаша... Не пройдет мимо чемоданов, вот он где я! Разыграл вас, спрятался! В общем, всем привет, с вами Орк и Нина протекла кабина, и сегодня мы поговорим про прятки. Да-да, про ту самую игру, которой все из нас увлекались в детстве, но ни у кого из нас не было личного особняка, чтобы эта игра хоть как-то представляла интерес, и в итоге все ныкались в одном и том же шкафу. Эти самые прятки зумеры внезапно перенесли в онлайн-игры. Ну как внезапные, как зумеры? В 2013 году на Гаррис Мод игру-песочницу, да, эти зумеры еще и песочницу избрели, вышел мод под названием Проб Хант. Модификация позволяла игрокам превращаться в предметы и таким образом скрываться от местного воды. Было весело, да, а дальше было 9 лет тишины, и тут как прорвало! В конце 2021 вышла Проб Найт, самостоятельная игра по мотивам мода. В Genshin Impact появился такого же плана фановый режим с прятками. Недавно в раннем доступе объявилась игра Midnight Ghost Hunt, да и в какой-то степени можно даже назвать и Dead by Daylight или Пятницу 13-го там аналогами пряток в 2016-2017 годах. Да даже в русском Вове сейчас активно играют в прятки. Куда-то куча русскоязычных игроков внезапно спряталась. Ох, неспроста. Короче, как и в случае с батл-роялями или выживачами, модификация какой-то игры превратилась внезапно в самостоятельный жанр. И в этом ролике мы с вами обсудим вот эти игры на хорошую наблюдательность и тактику. Тактику? Может быть... Тактику! Это полноценный мультиплеерный шутер в твоем кармане. Масштабные перестрелки 5 на 5, удобное управление, разрушаемое окружение, множество режимов и реалистичная физика. Мясо! Сражайся с другими игроками или зачищай полчища зомби, чтобы продержаться как можно дольше и забрать ценную награду. Можно даже делать F! Лично я избрал себе роль местного танка, который стоит за щитом и прикрывает своих сопартийцев. Нет пробития. 28 оперативников со своими особенностями. Ты действовал наверняка, да? Более 70 единиц оружия. 14 карт. Кланы. Да даже королевская битва имеется. В тактикул играют более 20 миллионов игроков по всему миру, а шутер признан лучшей соревновательной игрой по версии Google Play. Скачивайте игру по моей ссылке или QR-коду на экране, используйте промокод T-Bundle и получите оперативника по имени Тор, Ландау-излучатель, 50 тысяч серебра и 500 золота. Вперед! Однако вот в чем парадокс. Игр-то внезапно вышло много, что выглядит, конечно, хайпово, но вот особого ажиотажа нет. Проб Найт сейчас играют 1000 человек в день, в самую новую Миднайт Гост Хант 2000 человек. Ну разве что у Гаррис мод онлайн хороший, но он не только распространяется на режим пряток. Туда я пытался зайти, но игроков вообще практически не было. Да и в том же Гаррис моде, как, не знаю, в каком-нибудь Контер-страйке, вот эти русские серваки обязательно превращаются в какой-то кринж с этими вот кастомными звуковыми эффектами и упоротыми уведомлениями. На кой, блин, хрен? Тем не менее, каждая игра в нашем списке любопытна по-своему. А начнем мы с Гаррис мода. В чем же соль жанра? Вы спаунитесь или охотником, или так называемым пропом, предметом. Если вы проп, то вы можете превратиться в любой предмет на выбор и попробовать обмануть охотника. Если же вы хантер, то вы буквально изгоняете демонов из предметов в поисках наглецов и крушите всю мебель подряд. И на этом мы с Гаррис модом закончим, потому что там никто не играет в этот режим. Я бы даже сказал, что тут проп ажа игроков. Ну давайте перепрыгнем к Dead by Daylight. По сути, этот проект особо никак не связан с проб-хантами, но тоже повлиял на их развитие. Здесь вы управляете или студентиком, который себя не бережет и совершенно случайно попал в один единственный дом на весь заброшенный лес, так еще и кишащий маньяками. Или, соответственно, маньяком. Дед в названии, дед в игре. Задача студента — починить генераторы и свалить с карты. Задача маньяка — убить. 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 В своем 2016 году игра довольно хорошо зашла геймерам, в результате чего у проекта было много коллабораций с разными франшизами ужастиков. Был и Немезис из Resident Evil, и Пирамида Голова из Silent Hill, Фредди Крюгер из Фредди Крюгер и так далее. Но буквально через годик вышла точно такая же игра по вселенной пятницы 13-го. Но вышла она, я специально перепроверил, в пятницу 26-го. Так что неудивительно, что игра не зашла, и если сейчас в ДБД играет 40 тысяч человек в сутки, то в пятницу 13-го лишь 300 человек. Ха, разрабы пятницы 13, молодцы, указали свой онлайн в названии. А все потому, что магию нумерологии разрушили. Но зато тут есть Джейсон. Джейсон! 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 А теперь давайте сразу перейдем к самому популярному пробханту на данный момент. Режиму из Genshin Impact. Опять эти вайфу перехватили на свою сторону одеяло, но вряд ли кто-то был против. В Genshin вообще полно всяких мини-игр, вот и режим пряток они завезли. Маскируетесь под предметы и ждете. Разве что только под некоторые предметы. Ну или бегаете в поисках чувака, который залез на дерево. Ну и все сегодняшние другие игры не сравнятся, конечно, с онлайном Genshin, а даже только вот в этом режиме. Но минусы тоже имеются. Во-первых, в плане механик это далеко не самые проработанные прятки. А во-вторых, прятки в Genshin появляются только во время каких-то ивентов, так что играть 24 на 7 не выйдет. И вот мы уже подходим к настоящему пробханту. Проб Найт! Знаете, в чем беда пряток? Отвечу вам великой цитатой. У меня нет цели! Я скрываюсь ради чего. Как-то вот прятаться без какого-либо резона наскучивает довольно быстро, а потому разрабы проб Найта списали у Dead by Daylight генераторы. Вам тоже необходимо их починить и свалить с карты, однако имеется у вас при этом способность превращаться в предметы. Бегающий по полю маньяк тоже обладает разными обилками, например, возможностью замаскироваться под подростка, как шпион из Team Fortress. Да и вообще, вы взгляните на местных персонажей. Псевдо Билли Айлиш, дочь Леди Димитреску, жаль, что не она сама, Слендермен, Блин, жесть, почувствовал себя старым. Кстати, его зовут Импостер. Five Nights at Freddy's, почувствовал себя школьником. Ну и какие-то там еще эти ваши облики. А еще тут интерфейс, как будто бы, блин, из Овервотча перенесли Ctrl-C, Ctrl-V. И, в принципе, играется это достаточно весело. К тому же, у пряток есть определенное преимущество перед теми же Амогусами. Вам не особо нужны друзья для этой игры. Вы спокойно можете чилить и с рандомами. Но только не в PropNight. Потому что тут уже все, кого вам подберут в группу, будут трайхардерами и минмаксерами. Ибо новичков тут маловато, вот и закидывает к профи. Один раз мне даже попался местный тролль, который просто тянул время, чтобы выиграть на последней секунде. А так, где вы еще могли поиграть за ведро? Но глобально PropNight почти ничем не отличается от каток в Dead by Daylight. Превращение в предметы тут не так уж и важно, ведь главная задача — чинить генераторы. То есть вы занимаетесь тем же самым, что и в ДБД, и при должной сноровке можно играть вообще без превращений в пропов. Разве что бить этими предметами маньяка. Такая вот проповедь. Midnight Hunt Prop Game Ghost Toast Club. Или как-то так. Это тоже один из представителей жанра. И самая актуальная на данный момент игра, ведь она вышла в ранний доступ 31 марта 2022. Здесь концепт интереснее. Игра здесь 4 на 4. Одна команда отыгрывает призраков, другая же берет на себя роль гостхантеров. Призраки умеют вселяться в предметы, но при этом генерируют под собой огромную лужу плазмы в случае, если не будут никак двигаться. Так что сильно покемперить не дают. Гостхантеры же, подобно фазмофобии, могут таскать с собой предметы для выявления привидений. Это могут быть следы призрака, реакция на большое количество плазмы, эхолокации и т.д. И задача охотников уничтожить всех призраков до наступления полуночи. Ибо в полночь роли практически меняются местами. Призраки получают лютый баф к урону, все умершие привидения воскресают, и такой вот огромной толпой летят наказать охотников. Но Аим остается лишь бегать от призраков и пытаться их как-то замедлить или убить. Аим, да. Аим тут важен. В общем, в этой игре можно выиграть, даже если ты проиграл. А ну и да, это еще и шутер. Отчасти ведь по привидениям придется стрелять, так что тренируем Аим. По ним. Одним предметом тут можно застанить призрака, другим всосать его эктоплазму, что не позволит ему быть воскрешенным другими призраками. А сами привидения после смерти способны все еще повлиять на игру. Например, замедлить охотников, создать ложные следы, повлиять на работу приборов. Да и тут в целом существует гораздо больше механик, чем в других подобных играх. Начиная от того, что вы выбираете себе снаряжение или тип призрака, и заканчивая тем, что некоторые предметы обладают определенными свойствами. Например, можно летать на каменных горгульях. Из плюсов также можно выделить углубленный кастомайз. В Проб Найте тоже имеются скинчики, но здесь они явно посочнее. Но я бы назвал происходящее здесь больше дезматчем, потому что призраки могут накинуться на блуждающего охотника, и охотники способны навалиться гурьбой на призрака, и начинается безумное ПВП, в котором пряток-то и не так много. Ну и баланс тут вызывает вопросы. Например, огнемет дамажит по площади, что позволяет очень легко дамажить сразу несколько предметов в поисках пропа. А вычислить пропа, который превращается в охотника, гораздо сложнее, чем в других любых его опциях. Какие же выводы? На данный момент жанр приобретает какой-то интерес и привлекает к себе внимание, но идеальных пряток все еще не существует. Потому что нужно как-то вот замотивировать игрока прятаться, но в то же время быть активным, поэтому вот и выходит, что надо чинить генератор или пытаться не испускать из себя плазму, а сами прятки это скорее не активность, а пассивное действие и способ заивейдить противоположную сторону на время. То есть эти прятки, они не про прятки во многом. Однако с другой стороны, а как сделать процесс прятания интересным? На пару вечеров таких игр хватит, а дальше уже может и наскучить. Но в целом проекты неплохие, могу порекомендовать. А с вами были Аркадий. Рядом не пряталась Нина. Не забывайте про лайк, подписку, забегайте на альтернативные площадки на случай исчезновения Ютуба, заглядывайте на второй канал и Твич. До новых и скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok